Я так много даю прогнозов. Если бы вы слушали мои прогнозы с самого начала, с 2015 или 2016 года, когда я начала вести свой канал, то вот вам два моих ролика, по которым, в принципе, очень многое понятно. Другое дело, что когда у меня стали брать мои вот эти разговоры, мои философские изречения, мои сакральные знания с моих страниц, то все напутали, перепутали. И когда это через пять лет дошло до вас, то все стало очень непонятным. Хотя изначально, если брать первичную информацию за основу, то вы все поймете хорошо, что я хотела сказать в 2017 и 2018 годах. Все заранее было известно. Сегодня у нас с вами 2024 год. И вы только сегодня понимаете, ну, кто-то, вероятно, и год назад это понял, что мы подошли к этому моменту, о которых я вам говорила. Теперь вам очень все понятно и легко можно, знаете, апеллировать к словам, что замена человечества, человечество меняют, клоны и все прочее. Но тогда, в 2017 году, об этом вам ничего не было известно. Так вот, я хочу повторить эти ролики, чтобы вы поняли, о чем я говорила вам тогда, в 2018 и 2017 году. Когда вы вникнете в вопрос, вы поймете, что все другое, то, что вам говорили, все было уже перепутано, и как винегрет вам подсунуто в виде несовершенных теорий и размышлений людей, которые, не понимая, взяли у меня как плагиат мои рассуждения. У нас с вами действительно готовится замена человечества и склонированных особей. И это не сегодняшнего дня. Шаги, это шаги, которые были сделаны очень давно, еще в 50-х годах прошлого века, это когда жили ваши родители. В это время еще ходили вот такие примеры вам о клонировании людей. Но вы этого не видели никогда, потому что, в принципе, это изъяли со страниц интернета и наших изданий. А когда-то это было, ну, как дважды два-четыре, как страница в огоньке с шажами на Гитлера. Сегодня вы и этих страниц не найдете. Итак, я, Таня Карацуба-Сейбурхан. Сегодня 15 июня 2024 года. Приступаем. Слушайте. 7 октября 2017 года. Вчера присылали мне видеоролик Алексея Кунгурова. Вот сам ролик меня не слишком заинтересовал, а, скажем, вот то, что написано, у него там шла такая заставочка, и то, что написано в этой заставке, довольно интересное, скажем, сообщение, которое было в этом видеоролике. Итак, я вам прочитаю, потому что это не мое, я его прочитаю, как, скажем, чье-то. Написано так. Когда мне было 5 лет, у бабушки взял Библию, чтобы прочитать. Она поинтересовалась, что я там хочу узнать. Меня интересовала история Адама и Евы, как первых людей на Земле. Но бабушка сказала, это крамола. Но первыми людьми на Земле были не два, а сразу много людей, и в том числе мои, дед и баба, то есть ее, этой бабушке, дедушкой и бабушкой. Я выразил сомнение. А ну она сказала, никому не рассказывай, за это убивают. Но если не расскажу, то люди про то не узнают никогда. Когда земля была непригодна для жизни, люди жили в другом месте, за решеткой. Я спросил, твой дед и баба были преступники? На что она мне сказала, нет, всех людей держали непонятно где. Может, на Луне. А потом расселили в готовые дома, которые люди сами доделывали. Наверное, ремонтировали. Дед и баба до этого друг друга не знали. Земля была пуста и молода. Еще проваливалась. Бабушка моя в 1902 года рождения. Я с 1961 года. Буду рад, если благодаря вам историческая правда проснется. Здесь, конечно, не знаю, насколько этому можно верить. Ведь, понимаете, мы привыкли уже ни во что не верить. Особенно в то, что, скажем, у нас история говорит о тысячелетиях жизни человека на Земле. А здесь вдруг вот такое. Что бабушка родилась в 1902 году, а это ее как бы дедушка и бабушка. То есть это как раз середина 19 века. Где-то примерно так. И в это время людей поселили на Землю. Я так думаю, что, конечно, как-то вот похоже, что людей даже чуть-чуть позже поселили на Землю. А это конец 19 века. Потому что люди пришли на Землю именно так. Похоже, что они как пришлые. То есть вот те дома, в которые они заселялись и которые которые были. Вот Сандра Римская об этом много пишет. Как раз о несоответствии домов, скажем, вот тот же самый собор, который стоит, Ихсаакиевский собор, да, в Питере. Но он не соответствует тому, чтобы люди, которых мы видим на фотографиях 1908 года или конца 19 века, вот такие вот люди, которые видно, что они еще не высоко культурные, да, и чтобы они построили этот Исаакиевский собор, невозможно. Просто невозможно. А вот давайте возьмем сегодняшний день, чтобы понять и провести аналогию. Мы возьмем те самые пустующие города Китая. Для кого-то же построены эти огромные пустующие города Китая. Туда не пускают простых жителей. Они там не могут жить. Но и стоят ведь эти города уже много-много лет. Для кого они стоят? Для кого берегут? И кто бережет эти города? Скажем, вот население китайцев. А китайцы вынуждены жить в своих шанхайчиках. А есть красивые со всей инфраструктурой города. И ведь это не только в Китае. Это есть в России. Это есть также, скажем, в США. Большое количество городов с хорошими многоэтажными домами построены со всей инфраструктурой. Но они стоят отдельно. Они брошенные вроде бы, да? Однако же они все равно охраняются. Охраняются, чтобы там не поселились всякие бомжи. И эти города ведь кого-то ждут. Понимаете, кто-то же должен прийти на замену. А значит, замена-то уже готовится. Если человечество нас сегодня не пускает в эти красивые города, а, скажем, в России люди нуждаются в хорошем жилье, но они не могут. Их не пустят в эти города. И если это так, то значит, получается, что ждут каких-то иных людей, которые должны прийти за нами на нашу землю. Кто будут эти люди? Как они будут выглядеть? Их выводят. Над ними уже работают. Генетики работают. Не те генетики, которые у нас в науке, которых мы знаем. Нет. Работают другие, которых мы не знаем, не видим и не знаем даже их имен. Работают лаборатории подземные и надземные. Так выводят нового человека. Нового человека выводят на островах. Вот мы знаем, что была такая семья Бехтеревы, да, известные ученые, отец сначала был, потом дочь. Но мы не знаем, что Бехтеревы занимались выведением как раз нового человека. Занимались экспериментами, опытами. И делали они все это далеко на север, на островах. Понимаете, остров, он как бы вода. Вода это и есть его охрана. И люди никуда не разбегутся. Куда они могут убежать с этого острова? Да никуда. И какие там сейчас законы и порядки на этих островах, где выводят, клонируют новых людей. Да самые, что ни на есть, жестокие. Очень много фильмов на эту тему об островах. Именно острова. Есть, конечно, фильмы и про подземные такие огромные лаборатории, где выводят клонов. И откуда мы знаем, кого сегодня приведут на замену нам, людям. Мы не знаем, кто придет к нам на замену, поэтому мы ничего не можем сказать на эту тему. Видите, человечество может только предполагать, даже при всем уме и ясновидении можно сделать предположение, но точно никто не знает. Знают только те, которые готовят нам сегодня замену. А замена будет. Будут совершенно другие люди и они уже готовы. Они уже готовы выйти на поверхность из своих бункеров и спуститься к нам с неба. Есть две категории, которые будут спускаться с небес. Это не значит, что они боги. Нет, конечно, они не боги, они люди. Просто у них больше способностей, они умеют летать. Но и человек ведь всегда умел летать. И если они спустятся к нам с какого-то города, города над нами, я думаю, что вы знаете, что над нами стоят города, где живут другие люди. И куда хотят спрятаться те самые наши бестолковые генералы, которые хотят взорвать землю, скажем, сменить пласты, двигать землю, поворачивать реки вспять. И вот эти генералы хотят спрятаться именно там. Для них готовы якобы уже в каких-то точках самолеты и они готовы вылететь в эти самые города, которые находятся над нами. Мы их не видим. Они имеют свойства невидимки. Эти свойства были у нас давно. Они не ими разработаны. И эти свойства были еще в 1920 году. Этим занимался Бартини. Он изготавливал самолеты невидимки. Но скажите, 1920 год Бартини это делал. Так мы сейчас это можем сделать. Элементарно. И сейчас все города на небесах. А их много городов на небесах над нами. Они все находятся в состоянии невидимом для человечества. И вот когда вот эти самые бури, вот эти самые скажем облака такие, и мы не знаем что происходит за этими облаками, что и куда передвигается. Возможно вот в этих облаках тоннелях передвигаются города, целые города или еще какой-то транспорт. Мы этого не знаем, потому что мы вероятно наше поколение людей, вообще как бы наша цивилизация людей, она недостойна больших знаний. Так считают наверху те, кто нами руководит. Возможно они и правы. И я думаю что они правы. Значит у нас есть какая-то ущербность возможно которую мы не можем себе преодолеть. ну скажем корысть, злоба, агрессия, зависть. Вот эти вот все скажем пункты которые учат наоборот вот различные книги учат не убей, не предай. Однако же вот наше человечество как раз такое которое убивает и предает. Ну вот так мы живем. Поэтому думать о том что нас кто-то спасет не стоит. потому потому что мы просто недостойны спасения и никаких нет светлых сил. Есть логика, есть расчет и есть скажем нужно наша цивилизация или нет. То есть есть предпочтения и есть вот такие вот просто ну не математические конечно а жесткие подсчеты переподсчеты которые и выведут нас скажем за пределы нашего нашей жизни потому что человечество не нужно а вот города города которые сегодня стоят пустующие они будут сразу заселены каким-то человечеством которое сегодня вот есть и вот как здесь сказано что жили за решеткой вероятно сейчас те самые которые готовы прийти нам на смену тоже живут где-то за решеткой возможно на каких-то островах в океане да которых видим то есть просто мы не знаем что они там есть и никто туда не плавает но вы же не поплывете вот скажем как частное лицо на эти острова и я не поплыву поэтому эти острова стоят нетронутые думать о том что они с небес к нам спустятся возможно на небесах тоже есть вот как здесь написано что возможно они жили на луне это тоже возможно что жили на луне то есть это показывает как раз то что вот в этих надземных городах могут как раз жить вот эти люди и находятся они ну знаете, когда вот как бочки в селедке, что называется, селедка в бочке да, вот так живут эти люди, то есть напичканы они в эти вот места в свои города или в какие-то там решетки, где в принципе им и городов-то не нужно, им просто нужно место, где они могут сохранить себя живыми для того, чтобы, то есть их сохраняют да, в таком состоянии для того, чтобы потом спустить на землю и заселить эти наши наземные города и будет уже, конечно, новая цивилизация, вот такая ситуация у нас сегодня с нашим миром, ну нравится она кому-то или не нравится, надо немножко реальнее смотреть на жизнь, которая нам дает вот свои результаты мы ничего не можем сделать, потому что мы стадо, человек это стадо кто хочет выйти за рамки этого стада, ну это уже немножечко другой разговор на своих конференциях я затрагиваю эти разговоры о тех, кто хочет выйти за рамки стада, как раз вырваться из этой матрицы и возможно этим людям будет легче перестроиться и они смогут остаться живыми, то есть продолжить свою жизнь вы не верите, да, что это возможно? возможно это, ведь когда мы, скажем, вот эта наша цивилизация заселилась вы помните, у нас на Урале находили семьи, целые семьи которые оставались жить и они, как бы, не принимали нас они были другие у них была генетика другая и человек, когда узнавал, что они там живут нам говорили, что они умирают от вирусов которые приходят с белым человеком ничего подобного их просто уничтожали потому что они, как носители информации старой были не нужны но однако же они прожили сто лет после того, как заселили новым человечеством то есть нами заселили нашу землю то есть жить потом возможно скажем, после всяких катаклизмов это возможно но нужно, как бы, себя встроить в эту жизнь и понимать, что происходит сегодня с нами и что может произойти в будущем не бояться ничего потому что человек не должен бояться он должен пробуждать в себе свои возможности которые сегодня заблокированы как под колпаком он сидит в этой блокировке я Таня Карацуба Сиитбурхан 21 июня 2018 года лето вступило в свою окончательную фазу солнцестояния и что же мы видим? а мы видим новые новости у нас в СМИ жители Петербурга и Москвы предложили переселить в регионы в Ленинградской области подготовили обращение к премьер-министру России с предложением создать новое государственное агентство которое будет заниматься возвращением или переселением граждан из Москвы и Петербурга в регионы поздравляю я вас поздравляю такого вы не ожидали москвичи и петербуржцы а вы забыли как ваших предков выгоняли из домов вы забыли что уже были великие переселения в России и вот они грядут заново грядут эти большие великие переселения как сообщает пресс-служба автора обращения депутата областного законодательного собрания Владимира Петрова сегодня рост внутренней миграции из регионов столицы отрицательно сказывается на социальной инфраструктуре Петербурга и Москвы цены на жилье и арендная плата растут а на рынке труда создается напряжение и нездоровая конкуренция но вот МВД сообщает что за год в Россию переехало 120 тысяч переселенцев но это не так много а при чем здесь Петербург и Москва скажете вы и тем более те которые переселенцами является вся Азия нашего бывшего СССР она переселяется в Москву и в Питер да они как раз останутся в городах потому что они та рабочая сила на которую могут положиться те которые плюют с неба наши небожители плюют на вас лузгая семечки и плюя вам на голову многие люди отправившиеся в поисках новой жизни это так нам объясняют что вот в поисках новой жизни вы можете отправиться в столице но не достигнет там вершин помните фильм Москва слезам не верят но вот это наверное из этой серии более того видимо они насмотрелись фильмов и решают за нас с вами что же делать тем которые в Москве слезам не верят вот так себя ведут и не могут найти своего места и более того по прошествии нескольких лет а то и месяцев они уже мечтают о возвращении в родные края или переезде в сельскую местность говорится в обращении вот так за вас решают все ваши вопросы мечтаете вы или не мечтаете а им там фу на вашу голову они просто решают так сказать а раз они так сказали значит это является самой последней правдой в их инстанции вместе с тем если государство поможет приезжим вернуться в регионы представляете государство поможет вернуться в регионы задумайтесь над этой фразой это говорит о том что государство собирается сделать еще один общак из которого будут черпать деньги те самые олигархи но только конечно людям здесь ничего не достанется государство поможет приезжим вернуться в регионы число рвущихся в столицу заметно сократится плюс ко всему депутат полагает что при обеспечении должных условий отдельные жители Москвы и Петербурга также будут не против переехать речь в частности идет о молодых специалистах но для этого власти должны помочь им с приобретением жилья и обеспечить налоговые преференции это поможет регионам которые из-за тока людей испытывают дефицит квалифицированных кадров и вообще рабочих рук но видите здесь беспокоятся о вас беспокоятся о том что наши регионы все опустили народ то вымер нам все рассказывают о том что все двинулись в столицы и поэтому наши все необъятные регионы вообще просторы нашей земли остались без народа населения и нам это объясняет тем что весь народ двинулся в Москву и в Питер то есть в центры нашей столицы но однако же задумайтесь а сколько жило в регионах народу и куда они делись они не доехали почему-то не до Питера не Москвы они где-то по дороге сгинули безвестно в каких-то безвестных могилках или вообще улетели на те самые далекие города в которых живут наши небожители в качестве раб силы возможно это и так мы можем только фантазировать и так что мы имеем в остатке в остатке мы имеем что города кому-то понадобились города нужно расселять нужно сделать вой и крик в столицах ведь столица сегодня выплачивает своим москвичам хорошие зарплаты и хорошие пенсии но Москва больше не хочет Москва за счет выплат москвичам хороших пенсий хороших зарплат она просто напросто выгонит этих людей в регионы и они будут получать региональные уже пенсии вместо 15-17 тысяч они будут получать 6-7 тысяч а зачем им деньги скажите в деревне пусть работают пусть сами все делают если мы учитываем конечно что это еще и пенсионеры которым уже двигаться тяжело то конечно и поэтому в Москве знаете такое впечатление что постоянно вызывают бунт такое вот движение мыслей государственных мужей направлено на то чтобы как можно больше людей спровоцировать на бунтарские действия но странно бы казалось да такое вот отношение властей чтобы по отношению к самим себе вызвать бунт населения или они конечно опыты проводят и думают но взбунтуются ли эти дикие пенсионерки пенсионеры которых практически не осталось взбунтуются ли они и как они себя поведут а вообще вы не задумывались для кого вообще очищается Москва для кого очищается Питер вот эти столицы нашей необъятной родины которая скукоживается как шагренивая кожа ежедневно ежемесячно ежегодно она становится все меньше и меньше за счет того что мы отдаем земли кому угодно только не самим себе мы не обрастаем землями мы их раздаем мы щедры душой русский великий народ Таня Карацуба Сиитбурхан